Молодые недореспублики не могут прожить и месяца без шокирующей сенсации. То у них прямо под носом ДРГ орудует, Сила специального операции Украины проводит различные диверсии. То главы бандитских анклавов соревнуются в количестве покушений. В Луганске взорвана машина главы самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого. И конечно же вздохнуть спокойно не дают окружившие враги. После последнего якобы покушения на свою жизнь глава так называемой ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что точно знает, кто строит козни встающем с колен к вазе республикам. Все, кто надеется сместить законную власть в ЛНР, это провокаторы. Я думаю, не стоит их слушать, потому что эти люди пытаются раскачать и привести к нулю то, что мы уже с вами сделали. И вот того самого внутреннего врага нашли. В Луганской Народной Республике предотвращена попытка государственного переворота. Установлена группа лиц, которые в период с 2014 по 2016 год в ходе неоднократных встреч между собой запланировали государственный переворот, в том числе с физической ликвидацией руководителей ЛНР. Знакомьтесь, действующие лица трагикомичной постановки под названием «Переворот в ЛНР». Геннадий Цыпкалов, бывший премьер-министр Квази-Республики. Человек-легенда, образец достоинства, отвага и мудрость. Алексей Корякин, некогда председатель Народного Совета все той же ЛНР. Здравствуйте. И Виталий Киселев, замглавы народной милиции. Я всегда экспериментировал, на месте никогда не сидел и всегда двигался вперед. Вскоре уточнили, что заговор планировался против батюшки всея ЛНР, самоотверженного борца за честные цены на куриные потроха, самого Игоря Венедиктовича. Они быстро забыли всенародные выборы ноября 2014 года, на которых мандат доверия получил глава ЛНР Игорь Плотницкий. Что же стало причиной нелюбви к лидеру? Возможно, пресловутая честность Плотницкого? Пожалуйста, только я деньги заберу. Или слишком жесткая политика главы, который любит пропесочить подчиненных? Когда вы последний раз ходили, с людьми разговаривали, это вы считать не умеете? Или пытаетесь ввести в заблуждение меня и всех остальных? Да, такие показательные выступления могли задеть многих. Странно, что заговорщиков оказалось так мало. Как для анекдота, лучше не придумаешь. Но там все очень серьезно. Один из фигурантов мертв, второй явно под какими-то препаратами, а судьба третьего вовсе неизвестна. Да и переворот получился какой-то странный. Готовились с 2014-го, еще даже начать не успели, а их уже разоблачили. Мы работали на переезжении. Каждый из уличенных в заговоре имел доступ к денежным потокам и был не последним человеком в вертикали власти террористической группировки ЛНР. Ради чего же они решились рискнуть жизнью и наворованными деньгами? Это вопрос как бы не совсем ко мне. Что же произошло в молодой, но уже потрепанной жизнью квазиреспублике? Заговор или все-таки очередная зачистка во власти? О предотвращенном заговоре сообщил сам Плотницкий 20 сентября. Он действительно имел место. И благодаря информации, которая поступала и от жителей ЛНР, все это прекращено. Уже 21-го после анонса шоу под названием «Переворот» был задержан первый подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на действия, направленный на насильственный захват власти и насильственное удержание власти. Как выяснится потом, им оказался Виталий Киселев, замглавы так называемой народной милиции ЛНР. Судя по доступным в сети выступлениям, это был верный террористическому режиму человек, который продолжал заданную руководством политику. Систематически обстреливаются наши позиции со стороны украинской армии. И причем они обстреливаются не по ополчению, а обстреливаются по жилым домам, по мирному населению. Подробности, как в этом приспешнике русского мира выявили заговорщика, псевдопрокуратура так и не дала, прикрываясь тайной следствия. До 20 сентября ничто не предвещало беды, кроме мании преследования Плотницкого. Мы все прекрасно знаем, знаем и тех внутренних врагов. Уже через день, основываясь на показаниях Киселева, задержали второго типа заговорщика. Один из обвиняемых советник Игоря Плотницкого, Геннадий Цепкалов. Для справки. Геннадий Цепкалов – активный участник так называемого антимайдана и штурма Луганской СБУ в 2014 году. После отстранения в июле 2015-го с поста премьеры ЛНР скрылся с радаров. Вплоть до прошлой недели, когда был задержан сотрудниками псевдопрокуратуры ЛНР за подозрение в подготовке переворота. Это обычная и планомерная работа правоохранительной структуры по поддержанию конституционного порядка. Не прошло и дня после задержания, как объявили, что бывший премьер совершил самоубийство. Вероятно, осознав тяжесть совершенного преступления и понимая, что предоставленная информация о круге лиц несет опасность для жизни, Цепкалов совершил самоубийство путем повешения. Долго думали над таким объяснением. Так боялся за свою жизнь, что решил сам повеситься. После смерти Цепкалова в сети заговорили, что аналогичная судьба постигла и Киселева. Так называемая прокуратура отреагировала молниеносно и показала живого, но кажется, не вполне здорового арестанта. Перед вами задержанный Киселев. Он обеспечивается надлежащее питание, надлежащий уход, содержание. Все полторы минуты Киселев молчал, а судя по взгляду, возможно, даже не понимал, что происходит. Такое впечатление, что он находился под действием каких-то препаратов. Наконец, третий фигурант дела. Сообщается о причастности к попытке госпереворота бывшего председателя Народного совета ЛНР Алексея Корякина. Также бывший руководитель Алексей Корякин, по словам луганских силовиков, в бегах. Корякина отстранили от обязанностей главы Народного совета в марте этого года. Корякиным АВ законотворческая работа осуществляется крайне неэффективно. Низкое качество законопроектов приводит к последующему отклонению законов главой ЛНР. Большинство поддержало инициативу сверху. С того самого момента его было не видно и не слышно. Говорили, что он попытался сбежать в РФ, но во время побега был задержан и брошен на подвал. Другие, что все-таки убежал и сидит где-то в Ростове. В итоге выигрыша остался только Плотницкий. Понимая, что за два года он успел все-таки создать себе какое-то небольшое царство и заработать на этом деньги, он всячески не хочет уходить и хочет удержаться непосредственно на месте, которое ему уже дорого стало за это время. Немногие помнят, но это уже не первый так называемый переворот в псевдореспублике. Когда осенью 15-го события происходили намного активнее. Тогда был пик противостояния Плотницкого и Пасечника, главы МГБ ЛНР. Противостояние власти и силовых структур. Все было прозаично. Две шишки не поделили контрабанду угля. Пасечник арестовал Лямина, министра топлива, который являлся протеже Плотницкого. Конечно, Игорю Венедиктовичу это не понравилось. Без его ведома кого-то на подвал отправили. Вдобавок МГБ еще и опечатало несколько супермаркетов, в которых Плотницкий сбывал гуманитарку. В квартале Героев Сталинграда в супермаркетах АТБ и Семейной, которые теперь называются Народные, представители так называемой МГБ нашли в продаже российскую гуманитарную помощь. Закончилось все тем, что Лямина отпустили, Пасечника, заварившего кашу, временно отстранили. А вскоре Цепкалов попрощался с должностью главы Совета министров ЛНР. Цепкалов был близок к Пасечнику, Корякин – к Цепкалову. Судя по всему, Плотницкий просто избавляется от конкурентов. А Киселев стал приманкой, из которого выбили показания на нужных людей. Между Плотницким и МГБ последний год напряжение очень возросло. И то, что Плотницкий с помощью своих рычагов влияния пытается надавить на эти структуры, убрать неугодных людей, это вполне вероятно. Такой сценарий выглядит более правдоподобным, чем заговор троих людей против Плотницкого, над которым стоит ФСБ. Тем более, что все помнят, чем закончилась предыдущая попытка. В сети местные жители этой республики абсурда не сомневаются, что на самом деле происходит. Третья морда в республике и самоубился. Плотва выпилил все ближайшее окружение. По моим данным, допрашивали также Корнета, который глава МВД. Итого, Корякин в розыске, Цепкалов повесился, Корнет на допросе, остался Пасечник. Кто кого. Судя по всему, события прошлой недели способ раз и навсегда избавиться от возможных противников. Как говорится, чтобы неповадно было. Такую многоходовку провернул. Можно прижизненный памятник ставить. У нас есть в республике профессиональные скульпторы? Да. Пудец остался из-за художника. Очень хорошо. Довольный собой Игорь Венедиктович по указке из Москвы даже провел так называемые праймерис в ЛНР. Праймерис, то есть наши учебные выборы, для того, чтобы мы определились с тем, кого вы считаете достойными, рассматривать, возможно, в будущем, как претендентов, людей, которые могли бы занимать какие-то должности в дальнейшем. То ли в правительстве, то ли в других местах. Только вот явка, несмотря на попытки пропагандистов это скрыть, катастрофически низкая. Народ так называемую власть не поддерживает. А значит, Плотницкому есть чего опасаться, ведь свой трон он сможет удержать только силой. Он понимает, что его дни непосредственно уже сочтены, и ему ищут замену. Террористы грызутся за власть и при этом не забывают выслуживаться перед теми, кто им эту власть дал. Ведь если от них отвернется Кремль, не нужно будет никакого заговора или переворота. Они просто станут на этой территории никем.